Мы сейчас в Александро-Невской лавре, и когда-то здесь, конечно, хоронили за территорией монастыря самого, самой лавры, только знатных людей, здесь похоронен Достоевский, Глинка, а в лихие 20-е годы гражданской войны все очень изменилось. И вот, посмотрите, пожалуйста, Юль, я показала Юле эту могилу, она очень трогательная, она сделана из каких-то камушков, вот просто, ну, у людей, что было под руками, с того они делали надгробие, и просто из камушков собрали вот такое изумительно наивное, приятное, очень трогающее, вот мое сердце надгробие. Надгробие Маруси Мудрецовой, Сандра Ужиница, которая прожила всего лишь 19 лет. А еще одно надгробие с тех же времен, 20-х годов, когда тоже ничего, видимо, не было, денег на хорошие надгробие не было, но был креатив, вот, ребят, посмотрите, это сделано из частей, я небольшой специалист, а смотри, оценил очень, как кот-каток, полосатый хвосток. Да, а это сделано, и похоже, какой-то трамвай, ну, что-то цепи трамвайные, колеса, и из этого собрали очень красивое, очень оригинальное надгробие. Хамонон, это охвалок, умер в 1921 году. А вот смотрите, как изменились, как начали меняться. Ну, все равно это было временное явление. Надгробие после революции. Место креста – красная звезда. Это Коля написано, Павла Коля. Мальчик, наверное, в 29-х годах. Да, скончался в 29-м году. Глубков Иван Георгиевич погиб на боевом посту в 44-й год. Разгар блокады, она уже, в принципе, заканчивалась в это время. И делал все для того, чтобы жителям Ленинграда было легче. Красавец мужчина, кстати, Юль. На фоне всех достаточно скромных могил впечатляет размерами. Это такой сталинский эмпир, огромные надгробия. Но, видимо, мужик все-таки был на начале строительства митрополитена. Мужик был очень добрый. Наверное, у него жена была красавица. И ей очень везло, правда. Вот, ну, нет сейчас таких мужчин, ну, нет. Я бы, наверное, в то время с удовольствием бы желаю, чтобы рядом со мной был человек, которым можно гордиться. И о котором такая память. Вот подходишь, а до сих пор чувствуешь, что... Ах, мужик был. Пойдем, Юль, на службу лучше, чем о грешном думать.